Многие люди с удовольствием едят восточную сладость благодаря ее изысканному вкусу, не задумываясь над тем, полезна ли эта халва. Но оказывается, халва способна существенно улучшить общее состояние здоровья. Этот восточный десерт окажет неоценимую пользу женскому организму. Халва может помочь в нормализации гормонального фона. Она избавит от мигрени, депрессии, невроза. Даже может помочь предотвратить развитие рака груди и яичников. А также она хороший помощник по предупреждению выпадения волос. К тому же халва поднимает настроение. Во время же беременности женщине халва обеспечит правильное развитие плода, повысит гемоглобин и предотвратит анемию. При этом укрепит иммунную систему, обеспечит энергией. А при грудном вскармливании халва усиливает лактацию. Не стоит отказываться от вкусного десерта и мужчинам. Это лакомство улучшает потенцию, репродуктивную функцию и снижает риск развития простатита и аденомы простаты. Благодаря высокому содержанию протеинов, халва принесет пользу и спортсменам, потому что она способствует наращиванию мышечной массы. Халва может быть отличным перекусом во время походов. Также она должна входить в рацион школьников и студентов, потому что она помогает улучшить внимание, память, мыслительные способности. Желающим же похудеть рекомендуется заменить халвой именно сахар, пирожные, торты, конфеты. Ну и халву, конечно, следует есть в небольших количествах. А при излишнем употреблении халвы она даже может принести некий вред из-за повышенной концентрации кадмия и цинка. Рекомендуется употреблять понемногу эту сладость и пожилым людям. Халва помогает затормозить процессы старения и даже помочь предотвратить развитие склероза, остеопороза. А также халва – это отличный антидепрессант. Известно множество различных видов этого десерта. Готовят халву из разных орехов, из миндаля, арахиса, кунжута, фисташек и многих других продуктов. Но самой распространенной является подсолнечная халва. Халва полезна тем, что она содержит белки, жиры, углеводы, различные витамины, макро-микроэлементы, ненасыщенные жирные кислоты и клетчатку. Ее химический состав может немного варьироваться в зависимости от вида сладости. Энергетическая же ценность халвы очень высокая. В 100 граммах продукта содержится около 512 килокалорий. Но все же в небольших количествах халва очень полезна. Она может помочь в укреплении иммунитета, в активации циркуляции крови. Халва даже способствует понижению артериального давления, а также она активирует кишечную перистальтику. Выраженная польза халвы для организма будет заметна при простуде, анемии, даже инсульте, истощении. И при упадке сил после тяжелой длительной болезни халва будет очень кстати, как добавка к чаю, например. Благодаря высокой калорийности халва очень быстро утоляет голод, при этом наполняет организм энергией, жизненной силой. А жиры, входящие в ее состав, легко усваиваются, при этом не нагружая желудок. Но все же при неограниченном употреблении халва подсолнечная вместе с пользой может принести и вред, поэтому следует соблюдать ограничения. И съедать ее в день, во всяком случае, так рекомендуется, следует не более 50 граммов. Но стоит отметить, что этот вкусный десерт противопоказан при сахарном диабете, потому что его гликемический индекс очень высокий, а это приводит к быстрому подъему уровня глюкозы. Также, видимо, необходимо исключить халву из своего рациона при индивидуальной непереносимости, гастрите, диарее, ожирении, заболевании поджелудочной железы. Не следует переедать халву и мамочкам в период лактации, чтобы не спровоцировать возникновение аллергии у малыша. И халву съедать лучше, конечно, свежей. Не следует ее долго хранить, потому что при хранении накапливаются разные вредности. И не стоит есть халву на голодный желудок. Ну а с горячим напитком, различными чаями, можно и с кофе. Это будет приятное дополнение. Продолжение следует...